Ну шо, господа, давненько не виделись. Я тут позволил себе немного расслабиться. Лето, знаете ли, отпуск. Но теперь все, пора за работу. Друзья, всем привет! Сегодня долгожданный обзор супер-пупер-мега-кондуктора, который нужен каждому уважающему себя мебельщику. Ну, за исключением, конечно, тех людей, у кого есть куча присадочных станков или, прости господи, ЧПУ. В общем, знакомьтесь, это продукт компании Dengotools, Германия. Именно так будет выглядеть ваш кондуктор в случае выбора полной комплектации. Собственно, сам кондуктор со всеми аксессуарами, сверла, набор фрез различного диаметра и ограничители глубины сверления. Но автор, он же Владимир Гернер, насыпал мне ограничители чуть больше, чем положено даже для полной комплектации. Да, собственно, даже наборов этих у меня два. С одним работаю, ну а второй вот для демонстрации пока. Данный агрегат уже мелькал у меня в парочке роликов, тогда я сказал, что надо сначала немного поработать с ним, а потом уже поделюсь своим мнением. Ну вот, делюсь. Общие впечатления от кондуктора, конечно же, исключительно положительные. Да что там, полный экстаз. Никогда еще у меня процесс присадки не проходил так быстро, удобно, комфортно, а главное точно. Но при этом выявилась пара минусов, которые, впрочем, для многих покажутся мелочью, не стоящей даже внимания. Приехал он ко мне еще прошлой зимой, если не осенью. А знаете ли вы, спустя какое время я смог просверлить с ним первое отверстие? А первый раз я воспользовался им только весной, через 3-4 месяца. А знаете почему? Главная причина, конечно же, мне просто хотелось дождаться тепла, чтобы опробовать его в более комфортных условиях. Но если вы такой же шибанутый эстет, как и я, то первое время вам реально будет жалко что-то с ним сверлить. Выглядит он просто бомбический. Один кейс, чего стоит сравнить хотя бы с моим старым кондуктором в обычном картоне. Тут же, как говорится, на все деньги. Дорого-богато. Плотный ложемент, в который ложится все строго на свое место. Сам кондуктор выполнен из анодированного алюминия с изумительной точностью и качеством. Его просто даже в руках держать приятно. И это касается не только самого кондуктора, но и оснастки, которая тут идет с ним в комплекте. Поэтому для меня вначале прям жалко было что-то в него ссовать. Хотелось просто поставить на полочку и смотреть. Но, слава богу, среди вас в основном люди адекватные, так что вам это не грозит. Второй минус, возможно, также покажется притянутым за уши. Но просто я уже не знал, к чему придраться. В общем, когда-то давно в поисках сверла для идеального отверстия я перебрал их с самой разной конфигурации. В том числе пробовал вот такое станочное сверло, это 8 мм. И оно прекрасно входит в китайскую втулку типа 8 мм. Так вот, оказалось, что тут не 8, а немного больше, так как есть маленький такой люфт. А вот в немецком кондукторе, похоже, четко именно 8. Поэтому при первой же попытке просверлить я умудрился сломать одну такую фрезу. Ее сразу заклинило. А у Шурика дури достаточно. Ну и я как бы не ожидал ничего такого. В общем, сломал. Вывод простой. Несуете, что попало, куда попало. Для каждой вещи создано строго свое отверстие. Все эти фрезы можно использовать только через вот этот адаптер. Тогда как втулки созданы для обычных сверл. И входят они сюда идеально. Итак, буду периодически сравнивать со своим старым кондуктором. Потому что я знаю, что такое теперь есть у многих из вас. А все же познается в сравнении. Поэтому да. Для приведения кондуктора в рабочее состояние вам всего лишь надо двумя винтами прикрутить вот эту струбцинку. И все, и можно в бой. Но этот я собирать не буду. У меня есть мой рабочий собранный вариант. Именно в таком виде он у меня всегда хоронится. Всегда в рабочем состоянии. Вот тут все необходимые сверла с ограничителями по глубине сверления. Ну и заодно можете посмотреть, что с ним стало за недолгое время использования. А что с ним станет? Ничего не стало. Смахнул пыль и он опять как новенький. С этим кондуктором вы сможете производить присадку под шканты. Различные эксцентриковые стяжки, полкодержатели, мебельные петли и прочую-прочую мебельную фурнитуру. Для монтажа которой требуется отверстие 5 или 8 миллиметров. Но и это не пердел. Фишка заключается в том, что с помощью вот этого адаптера вы сможете сделать вообще какое угодно отверстие диаметром до 35 миллиметров. Вставляете нужную фрезу и вперед. В комплекте для него имеется сверло на 5, 8, 10, 15, 20 и 35 миллиметров. Как я уже сказал, в кейсе кондуктор лежит в разобранном виде. И вам потребуется завернуть только два винтика. И все. После этого никаких перекручиваний больше не потребуется. А в старом, помните, да, для сверления в пласть мы его собираем вот в таком виде. А для торца вот эту струбцинку надо открутить и закрепить вот с этой стороны. В общем, тоже два винтика, но каждый раз перекручивать туда-сюда удовольствие сомнительное. Тут же ничего крутить не надо. В этом и заключается главная прелесть. Плюс вместо барашков тут быстросъем, который очень легко и надежно фиксирует кондукторные детали. Он регулируемый, можно настроить под любую толщину. Закрепили. И все. И можно работать. Теперь можно делать отверстия как в торце, так и сверху на плоскости. И для последней операции имеются две пластины. Но до второй мы еще доберемся. А вот эта имеет, как я уже сказал, втулки на 8-5 миллиметров. Расстояние от края детали вглубь можно контролировать по вот этой шкале и по тоненьким рискам напротив каждой втулки. Регулируется, выставляется все очень четко, все очень точно, вплоть до тысячных, если, конечно, ваше зрение вас не подводит. Большая часть отверстий производится с краю детали, слева или справа. И для точного позиционирования имеется флажок, которым очень удобно упереться в этот самый край. Точно такой же флажок имеется и с другой стороны. Если же отверстие надо сделать ни слева, ни справа, где-то по центру деталей, то сначала откладывайте нужное расстояние, делайте отметку. Ну а далее просто нужно совместить эту отметку с рисками на кондукторе. Тут риски имеются напротив каждого отверстия, не только сверху, но еще и с торцов, со всех сторон. То есть тут полный контроль. Совмещаем. Фиксируем. И после этого вот этот шаблончик можно выставлять на нужное расстояние от края. После этого надо его затянуть и все, и можно сверлить. Кстати, этот момент мне показался очень удобный, что в процессе работы можно данную пластинку сдвигать, выставлять на другие расстояния, менять ее на другую пластину. При этом сам кондуктор остается на месте зафиксированный. Так, ну и если с плоскостью у нас все более-менее понятно, то как выставить расстояние в торце? Потому что материал-то может быть какой угодно и 16 мм, и 18 мм, и 22 мм. По умолчанию, так сказать, от центра отверстия до края у нас с одной стороны 7,5 мм, с другой 9 мм. Соответственно, в таком виде это рассчитано на плиту толщиной 15 мм, ну потому что 7,5 плюс 7,5 это 15 мм. А если вот эту часть перевернуть, она также держится на двух винтах, то соответственно на плиту толщиной 18 мм, так как здесь расстояние 9 мм. Но у меня не 15 и не 18, а вот как сейчас 16 ЛДСП. Для этого и для всех остальных вариантов в комплекте имеются проставочные пластины толщиной 0,5, 2 мм и 3 мм. 0,5 я уже поставил, вот она здесь стоит, просто как проставочная пластина, между вот этими частями ставится под зажимные винты. Ну и соответственно вот эта полмиллиметровая добавляет мне к 7,5 и еще полмиллиметра, это уже получается 8 мм. Ну и можно сверлить вот 16 ДСП. Так что теперь отверстия будут находиться строго по центру торца. А что делать в нестандартной ситуации, когда у вас деталь, скажем, не 16, а например 16,5, влажность повысилась у вас в гараже и она разбухла маленько. Ну или просто на производстве такая ДСП получилась. Или 16,7, в общем для нестандартной ситуации и решение может быть только нестандартное. В этом случае вместо пластины из комплекта или дополнительно к ним можно подкладывать, например, мебельную кромку или шайбы нужной толщины, да что угодно. Все это будет работать, я думаю, что это ни для кого не проблема. Нельзя не отметить, что все отверстия выполнены по системе 32, то есть между ними и так 32 мм, и так и сяк. В первом ряду у нас 3 отверстия по 8 мм втулки, здесь по 5 все, а здесь чередуются 8, 5, 8. Ну и для примера давайте сразу что-нибудь сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, как видите, все легко и просто. Тут захочешь ошибиться и не ошибешься. Все четко. Кстати, важное замечание. Раньше я использовал боярдовские стяжки. Самый дешман. Так вот, дюбели у них диаметром 7 мм. Сверлил под них, соответственно, семеркой. И он закручивается в футорку диаметром 10 мм. Резьба у них М6. Есть еще варианты дюбелей ввинчиваемой. То есть они сразу крутятся в дерево с отверстием 5 мм. И не стоит забывать, что все стяжки должны сопровождаться обязательно шкантом. Одним или двумя, как правило, 8 мм. Я тогда еще хотел найти шканты диаметром 7 мм, но не смог. Соответственно, для одной стяжки мне нужно было просверлить отверстие диаметром 7 мм, 10 мм, 8 мм. Ну и еще под саму стяжку 15 мм, но пока ее не считаем. Специально для этого к старому кондуктору я приобрел втулку на 7 мм, чтобы все было подчетче. Ну и все это же сопровождалось кучей шуруповертов, дрелей, сверл, в общем, ад. Поэтому, когда получил этот кондуктор, а здесь все отверстия только 8,5 мм, ну здесь вот еще одна десятка. И я такой, и что, и как теперь вообще? Порыскал немного, погуглил, понял, что от Боярда, от китайского пора отходить и брать варианты подороже. Но выбор с этим невелик, у нас это только Блюм и Хетих, а с недавних пор вообще только Хетих. Так вот, у Хетих, или как говорят немцы, Хетич, есть эксцентрики с дюбелем диаметром 7,3 мм, если не ошибаюсь. Он есть винчивый и в комбинации с футоркой с резьбой М6. И при этом наружным диаметром 8 мм. То есть и для дюбеля, и для футорки, и для шканта мне теперь достаточно одного сверла на 8 мм, вместо трех, как в первом варианте. Другими словами, произошла небольшая такая унификация, благодаря которой потребность в 15 шуруповертах резко отпала. Теперь достаточно одного-двух. Также у Хетих есть вот такие дюбели. Они, по-моему, называются с оттяжкой. В общем, когда эксцентрик крутим, гвоздь вынимается, распирая вот эту нижнюю часть и тем самым надежно фиксируясь в дереве. Так вот, это 8 мм, и для нее даже футорка не нужна. Так, двигаемся дальше. В случае с первым кондуктором, я помню, меня очень часто спрашивали, что делать, если нужно закрепить эту деталь где-нибудь посередине доски. Может быть, это будет полка или какая-нибудь перегородка. Что делать тогда? Да, со старым кондуктором там были свои танцы с бубном. Здесь же все по-прежнему просто. Сейчас я вам это продемонстрирую. Допустим, где-то здесь. Сначала покажу геморройный способ, ну, просто чтобы вы знали, что это все можно. В общем, сначала нужно выровнять по нашей риске кондуктор, зафиксировать его. А дальше, как узнать, на каком расстоянии, собственно, нам это делать. Здесь, когда мы выравнивали кондуктор по краю, первое отверстие получается на расстоянии 60 мм. Ну, а дальше 32, 32, 32. Так что нам надо выставить 60 и зафиксировать наш шаблончик. Зафиксировали. Расстояние между центрами этих отверстий здесь также по системе 32, то есть между ними 32 мм. Здесь я делаю отверстие первое диаметром 10 мм, а здесь восьмеркой под шкант. Кстати, точно таким же способом делается присадка под рафикс, только не этот, а сдвоенный такие еще есть. Под эту часть сверлим двадцаткой, под вторую десяткой. И все, и присаживаем. Вот, а с другой стороны я сделаю привычным для себя способом, только сверлом восьмеркой. Не зря же я сделал эту всю унификацию. Отверстие от края на 60 мм, как и в первом случае. Ну, и все, и сверлим. Здесь нужно одно сверло и один шуруповерт. Дальше, не снимая кондуктор, нужно переместить пластинку на следующее расстояние через 32 мм. Это будет 92. Готово. В одно отверстие также вколачиваем футерку, восьмерку, а второе будет под шкант. Да, и дюбель я закручил. Один будет старый, один новый от Хейтих. Все идеально. В общем, с этим, я думаю, понятно. Крутил сейчас ограничитель глубины сверления на адаптере и вспомнил про одну маленькую фишку. Тут для вашего удобства имеются канавки, выравнивая по которым шайбу, вы получите ограничение глубины сверления в 11, 13, 14,5 и 16,5 мм. Это чтобы с линейкой не корячиться, подвинули на нужную риску, затянули и все. Но это справедливо для фрез, только длиной 57 мм. А я, значит, все это время на старом кондукторе рисовал маркером, вот, пожалуйста, полосочки. Клеил сюда скотч, чтобы зафиксировать положение, чтобы потом линейка не отмерять. А оказывается, вот оно решение, все гениальное и просто. Вот мелочь вроде, но как раз из таких моментов и складывается общее впечатление о продукте. Петли, конечно же, куда же без них. Кстати, мне вот многие пишут про кондуктор Мастер 32. Да-да, я про него в курсе, можете не писать. И уверен, что он действительно очень хороший. А сейчас, похоже, ему также начали делать анодированное покрытие, то есть поработали над внешкой. И он стал, наконец-то, выглядеть на свои деньги. А стоит он, ну, очень даже немало. Стартовый набор там около 20 тысяч рублей. Отдельно фрезерный адаптер, как раз для присадки этих мебельных петель, стоит около 14 тысяч рублей. А полный фаршвам обойдется в 45 тысяч. Но мне не нравится даже не его цена, а обилие алюминия, обилие барашков. То есть там для каждой операции отдельная пара килограммов алюминия. А по сути, вот эта вот крохотуля делает все то же самое с минимальными крутилками и настройками. Но Мастер я не ругаю, я не могу этого делать, поскольку даже не держал его в руках. Возможно, я даже не все фишки смог разглядеть. Поэтому, если он вам нравится, ну, ради бога. Возможно, и я когда-нибудь с ним познакомлюсь. Но пока для меня однозначно это лучшее, что у меня было. Итак, петли. Делаю это самым примитивным способом. Если вот это корпус, а эта дверь, она, как правило, меньше на пару-тройку миллиметров. В общем, выравниваем ее, чтобы уступ был везде одинаковый. Дальше на определенном расстоянии, ну, обычно я 100 миллиметров, отступаю. И делаем рисочку на корпусе и на дверке с одной и с другой стороны. Если у вас больше, чем две петли, то, соответственно, чиркайте еще посередине, сколько надо. И дальше, в зависимости от самой петли, от толщины корпуса, от степени наложения. У Блюма называется наложение, у Хейтих, по-моему, фуга. От величины подъема. Опять же, у Хейтих этот параметр вроде зовется дистанцией. Короче, не суть. По каждой петле море информации, разобраться несложно. Вам нужно только правильно, в соответствии с этими параметрами, выставить кондуктор. И все. Это Хейтих. Накладная, 110-я петля, обычная. Одна с доводчиком, вторая без доводчика. Ответная планка здесь с нулевым подъемом. И, кстати, по-моему, она не подходит для 16-й плиты. И вот с Хейтихом я не работал ни разу, не помню я их на стройках, смотрел перед видео. Что-то я ничего не запомнил, как-то там все замудренно. В общем, неважно, допустим, так и должно быть. Попробуем, если что, подкрутить. В общем, ответную планку прикручу на стандартные 37 мм. Ну, а чашку сделаю с отступом 5 мм от края. Посмотрим, что это нам даст. Но вы так не делайте. Сделайте строго по инструкции. Рядом с чашкой имеются отверстия для нанесения разметки под саморезы или евровинты. Для Хейтих это 52, Блюм 45, 48 это, наверное, китайцы. Берете небольшое сверлышко и накерняете. РС-2. И потом можно будет досверлить. Так как у меня евровинты, под них надо 5 мм делать отверстия. Не отверстия, точнее, а углубления. Блин, что я туплю? У меня же евровинты на ответной планке, а не на чашке. На чашке-то саморезы. Ну и ладно, сейчас футорки наблю, как я раньше делал. Так даже лучше. Обратите внимание на особенность некоторых петель. Здесь чашка ровная, а здесь она полукруглая. Вот раньше, чтобы пару таких петель закрутить, я прикладывал к ним кусок ЛДСП. Они выравнивались в одну линию автоматически, и все, и можно было смело прикручивать. А вот с полукруглой такой фокус уже не пройдет. Так что кондуктор здесь выручает однозначно. Самый простой способ присадить ответные планки. Вот на этой пластинке есть два отверстия разметочных, между которыми 32 мм. Они соответствуют расстоянию между двумя этими евровинтами. Нам надо только выставить 37 мм от края и поставить отметки. Да, ответные планки здесь должны быть с подъемчиком хотя бы 2 мм, потому что я их выкрутил на максимум, а у меня фасад с корпусом в один уровень. А должна быть фугак хотя бы 1,5 мм. Но главное, чтобы вы поняли. В общем, все, фасад прикручен, ничего сложного. Еще не сказал про сверла из комплекта. Здесь имеется у нас тройка, пятерка, две восьмерки и десятка. Восьмерка, восьмерка, самые ходовые. Главная особенность заключается в том, что у них у всех хвостовики шестигранные под быстросъем. Так что если у вас таковое имеется, то смена оснастки происходит за считанные секунды. Раз и готово. В общем, однозначно офигенный кондуктор, возможности которого я, возможно, сегодня раскрыл не до конца. Но впереди у меня еще много мебельной темы, так что этот момент я обязательно учту. И все бы хорошо, но есть одно печальное и большое но. И заключается оно в том, что данный кондуктор продается в Германии. А так как европейские интернет-магазины для россиян недоступны, то и купить мы его, к сожалению, сегодня не можем. Но жизнь как бы не стоит на месте. Я надеюсь, что скоро все изменится. Если ты, зритель, смотришь этот ролик где-нибудь в 2023-2025 году, надеюсь, что уже все изменилось. Значит, можешь купить данный агрегат. А ссылочка на него будет под этим роликом в описании. Кроме того, меня же смотрят не только в России, но и во многих и других странах, жители которых могут приобрести без проблем этот кондуктор уже сегодня. Надеюсь, что этот ролик был для вас полезным. Подписывайтесь. Всем добра, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok